Здравствуйте! Вы слушаете подкаст Юлии Ходарцевой о деньгах, ценности себя и престиже. Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Юлия Ходарцева. Я преподаватель Академии частной жизни Лариса Ринар, психолог, коучер, остановщик, ведущая трансформационных игр. И я занимаюсь вопросами своего достоинства, ценности себя, своего благосостояния и финансовой стабильности и уверенности. Сегодня в своем подкасте я хочу поговорить с вами о сложных жизненных ситуациях. И сегодняшний подкаст называется «Шесть способов выйти из кризиса». И что такое кризис в нашей жизни? Кризис – это те ситуации, когда мы чувствуем неуверенность, агрессию, нестабильность, проживаем такие вот негативные эмоции, которые нас разрушают. Поэтому сегодня я вам дам шесть конкретных способов, которые позволят вам прожить и выйти из этого состояния. И кто ходит ко мне на консультации, на мастер-классы, знает, что я приверженец того, когда мы понимаем, что на эту землю мы пришли из трех состояний. Пришла на эту землю наша душа, наше тело и наша личность. И в любой ситуации я иду в решение вопроса из этих трех составляющих. Так и сегодня, когда мы будем с вами говорить о шести способах, как выйти из кризиса, мы задействуем эти наши любимые составляющие. Итак, способ номер раз, как выйти из кризиса. Первый способ – это наши эмоции. В момент кризиса некоторые очень бурно проживают свои эмоции, некоторые проживают их бурно, но в себе. И, как правило, эмоциональный фон во время кризиса, он окрашен негативными красками. И вот задача в момент кризиса – осознать и почувствовать свои эмоции. И сделать все, чтобы наши эмоции перешли из разрушающего состояния в созидающее. И это может касаться и той позы, в которой вы находитесь. Вот, например, подняв голову вверх и раскрыв руки, посмотрев на небо, вам будет очень сложно сказать «я плохо себя чувствую». А когда вы опускаете голову вниз и зажимаетесь, эта энергия идет быстрее. Поэтому здесь важно вдохнуть полной грудью и подумать, какие эмоции в вашей жизни дают вам удовольствие, вот эту вот эйфорию, кайф, наслаждение. Подумайте, это может быть какой-то фильм, комедия или любовная мелодрама. Это может быть, не знаю, поход на танцы, может быть, встреча с любимой подругой. То действие, которое включит в вас вот эту позитивную эмоциональность. Это может быть приход к нам в Академию на такие практики, как открытие сердца. Что в вас включит эмоциональный позитивный фон? Это может быть, в конце концов, самый любимый кусочек торта. Опять же, здесь важно не заедать проблему, а получить именно эмоциональное наслаждение. От чего вы эмоционально получаете кайф? Это может быть покататься на велосипеде, пообщаться с ребенком. Найдите то действие, которое приведет ваши эмоции в позитивно окрашенное состояние. Итак, второй способ выйти из кризиса. Второй способ выйти из кризиса – это наша личность. Это наша голова, ум, мозги, говорите все, что угодно. Вот то, что у нас есть в голове. И здесь очень важно взять и логически, нашей голове объяснить, почему мы выходим из кризиса. Здесь есть один моё любимое слово – лайфхак. Здесь есть один лайфхак, который я предлагаю вам сделать. Вам нужно своей голове, своему мозгу, уму доказать, что эта кризисная ситуация для вас является позитивом. Найдите объяснение в голове, почему эта сегодняшняя кризисная ситуация для вас позитив. Ну, например, вы получили опыт в данном вопросе, и в будущем вы уже будете знать, почему нужно себя вести по-другому. Например, на ошибках учатся, да, и опять же, получили, совершили ошибку, так случилось, зато в будущем вы будете знать, как быть. Также в голове можно объяснить, что все негативные ситуации нас развивают, и я выхожу на новый уровень. Ну, в общем, найдите способ объяснить алгоритм построения ваших мыслей из негативных в позитивный и найти выгоду. Также здесь помогут, знаете, объяснения, почему эта кризисная ситуация случилась. Ну, вот все вот логические умозаключения, они прям вам помогут. Здесь важно логически объяснить и доказать себе, что эта история случилась для опыта, и что логически мы можем выходить в позитивное мышление. Третье, третий способ, как выйти из кризиса, это действие на физическом теле. И здесь очень важно подниматься и что-то делать. Мойте посуду, мойте полы, даже если вы их уже мыли 10 раз. Физически начните двигаться и придите в академию на динамические медитации. Здесь кундалини просто идеально пойдет, да, во время кризиса. Чакровое дыхание. Идите на спорт, бегите в парки. Вам нужно привести физическое тело в действие. Пусть оно движется, движется. Потому что в момент кризиса у нас очень часто образуются блоки. И вот чтобы эти блоки не образовывались, нужно дать ему, телу, возможность двигаться и что-то делать. Не замирайте. В момент, когда вы замерли, тело это может рассынить, как вы умерли. Да, и энергии здесь нет. Поэтому, пожалуйста, в момент кризиса дайте телу движение, движение. Идите рисуйте картины, идите просто гуляйте, просто ходите, велосипед, плавание. В общем, пожалуйста, отправляйтесь двигаться. Так, мы рассмотрели с вами три способа, да. Мы проговорили про ваши эмоции, про вашу личность, то есть про вашу голову. Проговорили про действия. Следующий прекрасный способ справиться с кризисом, это выйти в люди. Социум. Социум очень помогает не зацикливаться на негативных мыслях. Поэтому, если вы сейчас проживаете кризисный момент, собирайтесь, одевайте лучшее платье, одевайте лучшие туфли и отправляйтесь в люди. Отправляйтесь на выставку, в кино, на тренинги, идите и общайтесь с людьми. Социум даст вам ресурсы, силы выйти из кризиса. Пятый способ выйти из сложной ситуации, выйти из кризиса, это заняться творчеством и фантазиями. Творчество, оно отвлекает, когда вы рисуете картину, или танцуете, или пишете книгу, или стих, вы забываете обо всем на свете. Также здесь помогут вам, знаете, ваши фантазии. Помечтайте. Помечтайте о лучшей жизни, о том доме, который вы хотите иметь на море, о том отпуске, о котором вы мечтаете. Вы можете прямо сесть и прописать все, о чем вы мечтаете, подробно расписывая каждый пункт. Не знаю, если вы мечтаете выйти замуж, прям помечтайте, какая это будет свадьба, в каком платье вы будете. Прям включите вот это состояние фантазии и мечты, да. И тогда вы там берете вот этот вот позитивный ресурс, который дает вам возможность проживать вот этот вот кризис. Мы с вами прошли пять способов, как выйти из кризиса. Мы сказали с вами о эмоциях, о физическом теле, о логике. Мы сказали с вами о творчестве, о социуме. И самый мой любимый пункт, я об этом говорю всегда на всех своих занятиях, на всех своих тренингах, говорю, что там есть огромный ресурс, в который нужно идти за ценностью себя и за принятием жизни. Это шестой способ, как выйти из кризиса, это вера во что-то большее. Это наша духовность, это наше соединение с Всевышним миром, Вселенной. И это, знаете, о чем это? О том, что мы на этой земле не просто так. Это наша душа пришла на эту землю. И в тот момент, когда душа наша решала сюда прийти, она видела всю историю нашей жизни. Она знала, что у нас будут сложные ситуации и позитивные ситуации. И она уже тогда выбрала эту жизнь. И здесь важно не спорить с душой и не спорить с Богом, а принять, что вы сегодня в лучшем месте и в лучшее время, в котором можете быть. Это то место, которое позволяет вашей душе и вам развиваться. Это то место, которое позволяет выходить вам на новый уровень. Вы сегодняшняя – это огромная ценность. И сегодняшняя ситуация в вашей жизни, она вам дана как урок, который проходит ваша душа и вы вместе с ней. И вы идете в развитие, в принятие и в свое собственное достоинство. Надеюсь, вам был полезен сегодняшний подкаст. Я благодарю вас, что слушаете меня. Я желаю вам процветания, любви, уверенности в себе, ценности себя и вот этого, знаете, настоящего достоинства. Достоинство – это такая вещь, которая позволяет в любой кризисной ситуации чувствовать, что вы со всем справитесь. Достоинство, знаете, это такая вещь, которая управляет нашей жизнью. И когда вы в нем находитесь, она дает вам возможность сделать свой, только свой внутренний ценностный выбор. Поэтому я желаю вам ценить себя, относиться к себе и к миру с достоинством. И хочу вас сегодня пригласить на свой двухдневный тренинг, который будет в Москве 14-15 октября. Он называется «Крылья свободы. Состояние королевы». И там мы будем работать с вами и с достоинством, и с миссией, и с предназначением, с ценностью себя. Я желаю вам прекрасного дня, любви и принятия. С вами была Юлия Ходарцева. До новых встреч!